В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. На поле выходит новая техника. От улыбки станет веселее. Карагандинский дамский флешмоб. На Тиже. Компания, которая заботится о потребителях. В парке Победы в Караганде собрались ветераны ВДВ афганцы. Правда, ветераны еще молоды. Но их послужной список может потянуть на целый роман. И доказательство тому ордена и медали на груди. Праздник воздушно-десантных войск – это не просто воспоминания о лихих временах. Это память о погибших товарищах. Красные гвоздики посвящены им. Ветераны ВДВ, они еще молоды, они полны сил и энергии. Но уже передают свой боевой и житейский опыт молодым. Голубой берет – это не просто форма. Это принадлежность к военной касте десантников, для которых не бывает невыполнимых заданий. Герои-афганцы, так мы называем воинов, которые выполняли свой интернациональный долг, наконец-то определились со своим статусом. Они считают, что их не надо приравнивать к ветеранам Великой Отечественной войны. Они выполняли иную, международную задачу. Теперь их статус, вероятнее всего, будет определен как международный участник войны в Афганистане. У нас свой единственный статус – это международные участники войны в Афганистане. И теперь уже я сдал этот законопроект парламент, правительство, администрацию президента, пришел ответ с Министерства юстиции, что там готовы рассмотреть этот законопроект. И я хотел всех поздравить с нашим праздником, День ВДВ. Воин любой страны силен историей и традициями. Он защищает страну, помня о прошлых победах. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Никита Миткин, Первый Карагандинский. 2 августа в Караганде отметили 84-летие со дня создания воздушно-десантных войск. Днем рождения в ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые высадили на парашютах 12 человек. Они стали практическими родоначальниками воздушно-десантных войск. Парашютисты Караганды решили встретить ВДВ массовыми прыжками. На аэропорт малой авиации Балапан прибыли десантники, афганцы, курсанты и спортсмены-парашютисты. Показательными выступлениями они решили отметить 84-ю годовщину создания войск, отличительная черта которых – голубые береты. Сегодня совершили прыжки десантники, участники афганской войны, других горячих точек, спортсмены-парашютисты, бойцы отряда специального назначения и гражданские парашютисты. Выполнили показательные прыжки на купольную акробатику, на групповую. Войсками дяди Васи десантники именуют себя в честь самого известного из командующих десантными войсками героя Советского Союза Василия Маргелова. О нем помнят все и старички, и молодежь. А Афанис Кужин, который отдал небу 27 лет и совершил более 2000 прыжков, о воздушном десанте может рассказывать часами. Я горд и счастлив, что я служил в ВДВ и всем желаю служить в ВДВ. И чтобы, чтобы всегда был на земле мир. И чтобы не было у нас никакой войны, а главное – взаимопонимание и уважение по отношению друг к другу. А так – слава ВДВ! Прыжки – это только часть умений десантника. Голубые береты умеют выполнять поставленные задачи в любых условиях и доказывали это неоднократно. Поздравляю от чистого сердца, от себя лично, от Центра парашютной подготовки, от всех парашютистов, всех десантников Караганды и Казахстана. Здоровья вам, удачи и успехов во всех делах. С чистого неба звучали слова поздравления всем голубым беретам Казахстана. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Решение задач, поставленных Нурсултаном Назарбаевым перед сельским хозяйством, невозможно без поддержания на должном уровне ветеринарного благополучия, подчеркнула Аким области Нурмухамбет Абдебеков на совещании по обеспечению ветеринарно-санитарного обслуживания региона. По информации руководителя областной инспекции ветеринарного надзора и контроля Курмангали у Мертаева, в последние годы в регионе сложилась стабильная эпизотическая обстановка. Это благоприятно отражается на развитии животноводства и создает условия для дальнейшего роста производства. В целях обеспечения безопасности пищевой импортированной продукции, поступаемых на территории области, отобраны 35 проб для проведения лабораторных исследований, в том числе 29 проб рыбы, 3 пробы мяса, птицы, 2 пробы субпродукты. Инспекция проводится работа в таких направлениях, как охрана территории области от заноса заразных и экзотических болезней из других регионов и стран. В этих целях в первом полугодии было проведено 309 проверок, из них 34 внепланового характера и 275 по иным формам контроля и надзора. По их результатам было выявлено 142 нарушения ветеринарного законодательства, по которым выдано 214 предписания. Наложен 41 административный штраф на сумму 915 тысяч тенге. Своей стороны тоже будем оказывать некое давление по всем направлениям. Это вопрос найдет решение. А если мы займем позицию стороннего наблюдателя и будем пальцем тыкать в сторону подрядчика, в сторону Минсельхоза, то это так и будет бесконечно. В конце концов, нас же и обвинят в том, что мы со своей стороны никаких мер не приняли. Наступит момент, нам его незавершенно сбросят и обяжут принять, изыскать еще средства из местного бюджета, завершить объект. Поэтому нам надо этот вопрос контроля не снимать и методично в рамках действующего законодательства давить на соответствующие органы. Завершение Акимобласти еще раз подчеркнул значимость ветеринарно-санитарного благополучия для развития агропромышленного комплекса. Нурмахамбет Абдебеков дал ряд конкретных поручений Управлению сельского хозяйства, также Акимам городов и сельских районов. Ануар Сидрахим, Бахтяр Успанов, Первый, Карагандинский. В апреле нынешнего года указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева был объявлен мораторий на проверку объектов малого и среднего бизнеса. В его рамках в Карагандинской области проводится акция по исследованию на безопасность растеневодческой продукции. Сегодня в ходе круглого стола стали известны итоги проведенных проверок. Сотрудники департамента и территориальное управление по защите прав потребителей Карагандинской области проводят акцию ежемесячно. Специалистами проверяется санитарная норма продуктов питания на многих продовольственных объектах города. Особый акцент делался и на бахчевые, которые привозят из южных регионов страны. Из представленных на лабораторную проверку более 900 штук бахчевых культур, 51 не соответствовало нормам. Это составило 6%. Как считают эпидемиологи, это не опасно. В мае месяце и в июле месяце уже были проведены акции. По результатам последней акции в июле месяце, которая была проведена по Карагандинской области, было исследовано всего лабораторных продуктов, было исследовано пищевых продуктов. Из них 6% продуктов не соответствуют санитарным требованиям и техническим регламентам. На момент проверки, при выявлении продукции не соответствующих санитарным требованиям и тех регламентам, были сняты стерилизации. На рынке ШГС функционирует лаборатория, которая ежедневно проводит исследования пищевых продуктов. Экспертизу проводят с помощью специального прибора «Нитротеста», который моментально определяет наличие нитрата в продуктах. Поэтому на сегодня мы написали письмо информационно руководителю «Джиэтрида», представителю рынка, о том, чтобы все-таки этот вопрос взяли на контроль, о том, чтобы продолжать реализоваться недоброкачественные продукции. И готовится письмо департамент технического регулирования о том, чтобы все-таки вести контроль за реализацией доброкачественной продукции. Проверку специалисты проводят во всех объектах торговли в Казбекбийском районе. Индивидуальный предприниматель Наталья Вычужина старается не допускать санитарных нарушений. Проверки должны проводиться часто, так как от продаваемых ими продуктов зависит здоровье граждан, считает она. Требования очень большие, вплоть до того, что заставляют побелить, сделать ремонт. Хотя мы арендаторы, но мы этим занимаемся. Подписано, чтобы была каждая посудина для полов, для мытья прилавков, холодильники, чтобы были термометры в холодильниках. Но требования очень большие. Насколько безопасны арбузы, дыни и другие фрукты на прилавках рынка? На что нужно в первую очередь обращать внимание потребителям? Пожалуй, это самые главные вопросы покупателей. Необходимо знать, не вызывает ли опасность продукт. Нужно обращать внимание на качество продукции и требовать от продавцов не только сертификат, но и документ на соответствии санитарных требований. И важно помнить, что главное не цена, а качество. Гульнур Жакен, Айден Жакан Бахтиар, Успанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде назначен новый заместитель Акима города. По согласованию с Акимом Карагандинской области, распоряжением Акима города Караганды Нурланом Аубакировым, был назначен заместитель Акима Караганды по вопросам архитектуры, градостроительства, строительства и земельных отношений. Жумикенов Арман Кондыкович. Арман Жумикенов родился 9 ноября 1982 года в Караганде. Имеет два высших образования. На государственной службе с 2006 года. До назначения заместителем Акима работал руководителем государственного учреждения, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В Абайском регионе сотрудники ТО «Астро Агро» отметили День поля. В честь данного мероприятия были приглашены гости из разных стран. Также был доставлен комбайн немецкого производства по выращиванию зерновых культур и картофеля. Отметить День поля собрались начальники фирм, которые изготавливают химические лекарства, защищающие зерновые культуры и картофель от насекомых. Основанная в 1997 году ТО «Астро Агро» занимается выращиванием на поле зерен и картошки. В текущем году хозяйство посадило зерна на территории 2000 гектар. Здесь порядка больше 50 единиц различной техники. Но тут дело не в количестве техники, а дело именно в передовой современной технологии выращивания. То есть все современные методы выращивания, защиты, селекции. Мы пытаемся поделиться своим опытом. Кто приезжает, делится своим опытом. То есть это обмен опытом. Данное мероприятие проводится в восьмой год. Здесь собираются практически все казахстанские товаропроизводители и покупатели. Обычно на таких встречах заключаются многомиллионные договора между сторонами. Сегодня мы здесь увидели у нашего партнера «Астро Агро» эффективную работу. Компания «Астро Агро» является одним из лидеров в Азахстане по производству картофеля. Мы все видим высокую культуру земледелия здесь. Большое им спасибо за сегодняшний день, Оля, и за работу, и за партнерство. Компания «Астро Агро» тесно сотрудничает с такими странами, как Италия, Германия, США. Это одна из фирм, которые получают поддержку от местных властей. При помощи государства они получили кредиты от БТА-банка под 14%. Ануар Сейдрахим, Бахтяр Успанов, 1-й Караганинский. Продолжаем выпуск. Молочная фабрика «Натиже» снова собрала всех своих партнеров на традиционный слет. Уже четвертый раз съехались лучшие представители региона одного из ведущих предприятий молочной промышленности страны. Проводить слет партнеров «Акжаун» в «Натиже» вошел в традицию еще 4 года назад. На мероприятии собралось около 100 поставщиков молочных продуктов со всей области. В ходе празднования для гостей был построен Алтабакан. Кроме того, на торжественном приеме можно было попробовать баурсаки, кумыс, беспармак и многое другое. А накрытый Дастархан прибавил деловой встрече приятной атмосферы. В свою очередь глава молочной фабрики отмечает, что региональные торговые объекты «Натиже» вносят большой вклад в развитие качества товара. От реализаторов зависит многое. Но несмотря ни на какие трудности, мы все равно в этой нише остаемся. Мы это решили давно и бесповоротно, и в будущем никаких изменений у нас не будет. Хотя сейчас оборудование, которое мы установили 4 года назад, позволяет нам производить и 9 дней, и 10 дней без добавления консервантов. Но все равно мы решили остаться в 7 днях. Так, в ходе традиционного слета 84 собственника магазинов региона были отмечены и награждены 10-тысячными сертификатами. Сотрудники одного из ведущих молочных предприятий Казахстана были одеты в национальные казахские костюмы. Организаторами празднования среди 15 участников была проведена викторина. Обладателю гран-при, которым стала маржанка Былбайгаза из Тимиртау, вручили ключи от машины. Я хочу выразить свое благодарство фирме «Натяже». Я очень рада, нас приглашают каждый год, и мы не пропускаем этот праздник. Я не думала, что выиграю. Спасибо всем, это стало сюрпризом для меня. Сегодня на производстве «Натяже» трудятся более 600 человек. Объем реализации продукта неуклонно растет, что говорит о популярности среди потребителей «Натяже». В этот день каждого собравшегося ждала яркая развлекательная шоу-программа с песнями и конкурсами. С пустыми руками не ушел никто. Памятные подарки были вручены всем. Подарки вручили всем, у каждого в руках по одному подарку. Ну, а за обладателя Гран-при мы просто рады. Я считаю, что ей сегодня улыбнулась фортуна. Мы поздравляем хозяина магазина «Тамирис» от чистого сердца. Организаторы деловой встречи уверяют, традиционный слет будет проводиться и дальше. Мирамгуль Салкимбаева, Айден Жакан, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Центр семейного отдыха «Бегапарк» устроил ребятам гавайскую вечеринку. После холодной погоды солнечный день стал для детей вдвойне радостным. И развлекательная программа с конкурсами и подарками поднимала настроение у всех присутствующих. «Бегапарк» – это парк развлечений и веселья. Любой ребенок, побывав там, не останется равнодушным. Удивительные аттракционы и самые настоящие приключения для детей всех возрастов. Ведь в этом парке даже взрослым хочется хоть один день побыть с ребенком. Центр семейного отдыха «Бегапарк» решил для детей организовать гавайский праздник, продлить лето, потому что все эти дни у нас был дождь, а сегодня яркая солнечная погода. Всем решили пожелать хорошего летнего настроения. В солнечное воскресенье для детей организовали настоящий праздник с конкурсами, танцами и подарками. На гавайской вечеринке дети танцевали, учились готовить коктейли и просто отлично провели время. Нам очень понравилась программа, которую организовал «Бегапарк». Дети были довольны, конкурсы были такие оригинальные. Необычайный яркий дизайн и профессиональная работа персонала не дадут скучать вам и вашим детям. Центр семейного отдыха «Бегапарк» ждет вас ежедневно с 10 до 24 часов. Выходной день – среда. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. 1 августа в Караганде прошел ежегодный международный флешмоб женственности. В этом году девушки собирались на площади независимости. Участницы флешмоба дарили окружающим дамам кучу позитивных эмоций, радости, цветы. Участницы флешмоба познакомились на одном из форумов российской писательницы Ольги Валяевой. Теперь в Караганде существует клуб под названием «Женские посиделки». Группу легко найти на сайте ВКонтакте. На эти посиделки может прийти любая желающая. Девушки часто встречаются, собираются в кафе и просто разговаривают обо всем. Но когда женщины собираются за столом, это обо всем может растянуться на весь день. Теперь мы уже почти год с девчонками дружим, встречаемся. Это уже четвертый флешмоб, который в Караганде проходит. В прошлом году, 1 августа, мы встретились в первый раз. И потом получилось так, что еще зимой провели флешмоб, когда нас было больше всех, наверное, 23 человека. Аж пришло, и мы раздавали не цветы, а мандаринки. И недавно, в мае, еще также повторили флешмоб. И вот сегодня четвертый раз уже. Во многих городах России и Казахстана в день рождения инициатора этого флешмоба Ольги Валяевой девушки в платьях, понимаете разницу в платьях и брюках, выходят на улицу города дарить цветы прохожим. В Караганде флешмоб с цветами организовывают второй раз. Для тех, кто хочет изменить свою жизнь чуть-чуть в лучшую сторону, в сторону позитива и понять вообще, для чего ты рождена женщиной, я думаю, каждому нужно зайти и посмотреть на те статьи, которые вообще предложены там на сайте. Участницы флешмоба пропагандируют женственность. Сами девушки никогда не носят брюки и джинсы. В их гардеробе только платье и юбки. Основная идея флешмоба – подарить цветок грустной женщине, чтобы она захотела улыбнуться. Улыбайтесь чаще, доставляйте окружающим радость. Лариса Хусыинова, Нурсултан Исаев, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Аман Соболмсдар.